Привет, друзья! Ну, мы создали теперь ещё и ночной формат. Это очень здорово, потому что я ночной человек, и вот я нашёл, что именно ночью, когда мне именно легко работает, хочется поделиться радостью какой-то, изобрести чего-то. Ну, вот именно в такое время оказывается много людей, которые не спят. Вот. Я вот сделал этот формат, и вот сошлось. Сошлась востребованность с моей потенцией, с моей мотивацией. Сошлось, и получился такой прекрасный эффект. Теперь у нас есть формация для тех, кто не спит по ночам. Я теперь сделал этот ликбез такой. Ну, и ночью буду время от времени выходить, и вы будете, кто не спит, смотреть, и учиться, как управлять стрессом в собственных интересах, как управлять страхом, болью, как потенциалом для здоровья, для творчества, получать уникальные приёмы, выходить в Zoom, готовьте Zoom. Выходить я буду время от времени в зависимости от своего настроения, состояния, потому что мне постоянно звонят люди, я не всегда могу сказать, когда я буду, когда не буду. В общем, поэтому подписывайтесь на мой YouTube-канал, подписывайтесь на Telegram, подписывайтесь на ВК. Но на ВК я хочу сказать сложность. В группе подписывайтесь, потому что там больше 10 тысяч ВК мне не пускает принять друзей. Да, и всё время кто-то хочет ко мне в ВК зайти, а ВК не принимает, говорит, уже 10 тысяч. А в группу можно заходить спокойно. Пожалуйста, в группу ВК заходите. И в одноклассник заходите. И не пропускайте наши какие-то сообщения, потому что, слушайте, нам надо число подписчиков увеличивать и увеличивать, потому что оказывается, а я так и думал, что желающих получить помощь меренно-немеренно сегодня. Вот сейчас мы ликбез этот провели, бесплатный, ночной. И вот мне из Баку пишет девушка, я не буду говорить кто чего, потому что я говорю имена только после того, как согласую. А то в данном случае не согласовываю, чтобы вы знали и помнили об этом. Никаких интимных данных я не разглашаю. Никогда. Она мне звонит и говорит, до такой степени на вашем ликбезе. С одной стороны мне интересно, хочу выйти, с другой стороны зума нету, а с третьей стороны нету. Вот возможности физической. Так схватило, говорит. Так схватило, ну не могу. Ну такое состояние, просто не могу терпеть. Ну такое плохое состояние. А я на ликбезе говорил. Четыре фактора, которые вам надо. 12 дней, каждый день записывать в дневничке погоду. Это что? Атмосферное давление раз, геомагнитная обстановка это два, дождь, ветер, осадки это три, и температура это четыре. И вы начнете ориентироваться, что делать, когда, допустим, вас схватило плохое состояние, а вы раз гугли, набрали свой город, набрали атмосферное давление, набрали там геомагнитную обстановку, да, и вдруг смотрите, окажется, шесть баллов, шесть баллов, ну а что вы хотели от себя, если вы давно страдаете всякими проблемами, чтобы вы не реагировали, что-то. даже моря и океаны реагирует, луна большая или маленькая, ну это же понятно, мы же по учебникам в школе читали, когда учились. И вот она, когда узнала, она, кстати говоря, очень важный момент, она написала, я посмотрела сейчас, там написано, умеренное будет геомагнитное, а я сказал, пожалуйста, посмотрите цифру, она посмотрела, и написала шесть, я сказал, это очень высокое, это редкое, это очень высокое. Для чего я это вам рассказываю? После этого она сразу сказала, ой, меня отпустило, я посоветовал руки горячей водой в этот момент мыть, когда вот такое состояние спазмов там, или делать зоны захороногеда, разминать, или находить больные точки, разминать, и пальчики разминать, вот эти все 10 пальчиков, переключатели домината, и ушки разминать, и горячей водой мыть руки, и сразу спазм снимается, и тут снимается, и всё снимается, и человек выходит на нормальное состояние. Это надо всем иметь, и уметь, и помнить, независимо ни от чего. Так вот, она при этом, после написала мне, что после этого, наконец, стала плакать, потому что до этого момента не могла плакать, насколько плохо было, я вдруг начала плакать, а я ей написал, это разгрузка пошла, она говорит, как я вас люблю, она там пишет, но слава богу, что я уже не в том возрасте, а она пускай будет всегда молодая, потому что, девочка, влюбляться можно во всех, друг друга, писать стихи в момент влюблённости, это хорошо, и пускай у нее, дай бог, будет хорошее настроение, но я это всё рассказал для того, чтобы вы услышали, что, во-первых, надо всем 12 дней записывать как дневник, я вам перечислил 4 фактора, второе, сказал, что надо делать во время этих ситуаций, и вообще во время любой паники, вот это вам поможет, как переключатель и доминант, и третье, обратите внимание, я когда сказал, посмотрите, какая буря магнитная, она написала, я посмотрел, там написано умеренная, а я сказал, а какая цифра, она сказала 6, я сказал, это очень высокое, обратите на это внимание, что мы всегда должны уточнять, что значит умеренная магнитная буря, те, которые сидят там, метеосводками занимаются, они, у них своя шкала, они, у них есть слабая, типа никакая, типа как высокая, они так вот говорят, но есть и цифры, 6 это очень высоко, это умеренная, когда это для никого умеренная, кому не умеренная, 6 это не умеренная, это психологически, это психологически, ты читаешь умеренная, тебе кажется, что все в порядке, а психологически, а там оказывается умеренная, это имеется в виду высокая, потому что нормально, когда вообще ничего нет, нормальная, я что хочу этим сказать, что мы никогда не слышим друг друга, мы не понимаем друг друга, потому что мы не живем в головах друг у друга, друзья, уточняйте всегда, задавайте вопросы, чем больше вы будете почемучками, тем будете больше получать информации, сейчас принято говорить, от энергии космоса, ну это так, я шучу, какая там энергия космоса, тут дело совсем не в этом, вы будете получать больше информации, чем больше вы будете задавать вопросов, в Сибири ли, в Собеседнику ли, в Гугле ли, в Википедии, в книге, друзья, чем больше вопросов, тем больше ответов, значит вы человек разумный, разумные, это сопоставляющие, это мыслящие, друзья, желаю вам здоровья, счастья желаю, потому что все в наших руках, да, теперь у нас есть формат, и ночной лигбез тоже, для тех, кто не спит, и днем, и ночью работаем, помогаем друг другу, вы мне, я вам, подписывайтесь на канал, делитесь в группах, расширяйте численность тех, которые к нам подписываются, чтобы все получали пользу, до встречи.